Человек традиции в этом избыточность. Достаточно просто человека. Как в традиционном русском мы не говорим глухой человек, мы говорим просто глухой. Традиционалист не слушает, но и говорит с трудом. Все приходится повторять, и поэтому он занят тем, что без конца печатает на картонках готовые реплики. Ты ему слово, он тебе визитку. На ней вензель и логос так и носятся с логосом, а тот, знай себя, сыпется, тесно ему в карманах, жмет. Традиционалист включает компакт-диск с рагой, макамом, вечерней молитвой и чувствует, как все вокруг заполняется эманациями. Да и вообще традиционалист воспринимает искусство чувствами, плотью, тем самым презренным мясом, которое он отменил. Человек традиции не может не умолять традицию. В противном случае нечего будет хранить. Зазор между мясом и духом ширится, и в этом зазоре расправляет свои крылья традиционалист. Чем шире зазор, тем свободнее. Чем свободнее, тем вернее традиция. Зазор только ширится, когда ты глухой. Как понять человека? Трансформируйте его в музыку. Это проще, чем кажется. Стали бы эту музыку слушать вы сами. В чем смысл искусства сейчас, чтобы быть честным? Искусство – то место, где можно пытаться быть честным, потому что больше нигде пытаться быть честным нельзя. Вы будете жечь холсты, препарировать фортепиано, искать уже найденное. Вы проделаете все бесхитростное 20-е столетие экстерном. Вы не найдете искусства. Но если будете хоть немного пытаться быть честным, научитесь хоть немного, но слушать, и впредь на первых же нотах горловых увертюр рефлекторно поспешите раскланяться. Традиционалист не заплатит фальшивой монетой. Он отплатит вам фантиками. Вы можете ими меняться. Но фальшивым монетчиком будете вы. Субтитры создавал DimaTorzok